Субтитры создавал DimaTorzok Кто пытались сделать это, бесследно исчезали. Когда в 1894 году русская экспедиция, организованная известным золотопромышленником Иннокентием Сибиряковым, отправилась в Якутию, все думали, что их цель – найти те самые легендарные золотые столбы. В этих невероятно трудных условиях здесь, в Якутии, они работали целых два года и оставили после себя немало важнейших открытий. Но еще больше загадок. Так что же на самом деле искала и что нашла эта необычная экспедиция? И почему, по одной из версий, именно она стала основой для знаменитого романа «Земля Санникова»? Через сто с лишним лет мы снова пройдем по ее маршруту и попытаемся отыскать ответы на эти вопросы. Якутия. Огромный загадочный край. На его территории могут разместиться пять франций. Здесь все еще немало мест, куда даже сегодня, при всех достижениях прогресса, можно попасть с большим трудом. Непроходимая тайга, неприступные скалы, золотоносные реки, несметные богатства – все это влечет сюда ученых, исследователей и просто искателей приключений. Эта территория не освоена. Поэтому мы территория не только сегодняшнего дня, а мы территория будущего планеты. Якутия всегда притягивала к себе взоры русских исследователей. Во второй половине 19 века ведущая роль в изучении Сибири и Дальнего Востока принадлежала императорскому русскому географическому обществу и его восточно-сибирскому отделению. Они провели несколько крупных экспедиций, получили важнейшие данные о жизни народов этого края. Но все же открыла Якутию миру именно Сибиряковская экспедиция. Но эта, одна из самых значимых этнографических экспедиций в истории России, до сих пор остается и одной из самых загадочных. Даже обнаруженные нами в архивах уникальные документы, например, переписка ее участников, подтверждают – в ней еще есть немало тайн. Это читается как захватывающий роман, местами похожий на фантастический. Уникальная, ни с чем не сравнимая экспедиция. Территориальный охват чуть ли не с пол Европы, несколько лет работы, результаты – на десятки томов. И при этом огромные трудности с организацией, драматические повороты, до сих пор неразгаданные тайны. А ведь прошло уже больше ста лет. Не отправиться в такое путешествие просто невозможно. Август 2017 года. Наша съемочная группа отправляется по маршруту сибиряковской экспедиции. За две недели этого нелегкого путешествия мы проехали 3000 километров. И это не преувеличение. В Якутии, чтобы попасть из одного населенного пункта в другой, нужно преодолевать огромные расстояния. Куда-то можно добраться только по реке, а куда-то только по воздуху. Природные условия экстремальные. Зимой до минус 70, летом до плюс 40. В одних местах нас мучила жара, в других – проливные дожди, и везде приходилось работать под тучами надоедливой мошкары. Что же это был за человек, Иннокентий Сибиряков, золотопромышленник и миллионер? И что на самом деле заставило его организовать экспедицию в далекую Якутию? О Сибирякове вполне можно было сказать, родился с серебряной ложкой во рту. Хотя правильней было бы – с золотой. Отец Иннокентий Сибиряков был крупнейшим золотопромышленником и оставил сыну в наследство 800 тысяч рублей, которые тот превратил в многомиллионное состояние. Сибирякову-младшему, помимо крупной судоходной компании, принадлежали многочисленные золотые прииски, которые располагались как раз вот на этих реках, впадающих в Лену. Но сам он говорил, что его миллионы – это результат трудов и других людей, и он чувствует себя неправым, завладев ими. Такой вот был неправильный миллионер. Сибиряков тратил миллионы на благотворительность и финансирование научных исследований. Он основывал стипендии для студентов и пенсионные фонды для рабочих. Сибиряков жил настоящим аскетом, в самых скромных условиях. Снимал он маленькую квартирку на Гороховой улице. Никогда не пользовался экипажами. А на столе его была пища самая схудная. Его жилище действительно превратилось в настоящее место паломничества страждущих. К нему приходили и студенты за деньгами на обучение, и невеста за приданным, и нищие за куском хлеба, и гуляки, просящие на обед в ресторане. Просили у него отставные генералы и генеральши, слащавые щеголи и кокетки, вдовы и вдовцы, жившие едва ли не в лучших домах столицы. В день до 400 человек. Среди них не было ни одного, которому Сибиряков отказал бы в просьбе. Главным источником дохода для Сибирякова были золотые прииски, расположенные в бассейне реки Лены. Золото здесь добывали многие, но далеко не всем удалось на нем разбогатеть так, как семье Сибиряковых. Здесь стоял дом, где жил богатый купец Ментус. У него были свои магазины. Также был магазин золото-проснаб, куда как раз привозили как по реке, так и по тракту золото, добытое на приисках купцов Сибиряковых, трапезниковых в западной части Аликминского округа. Вступив в наследство после смерти отца, Иннокентий Сибиряков первым делом выделил 400 тысяч рублей для улучшения условий труда старателей. Космическая сумма по тем временам. И это еще не все. Уникальный случай. Одним из первых в истории Сибиряков задумался над проблемой, как золото-добыча влияет на жизнь местного населения. И решил, во что бы то ни стало, найти ответ. Вот записка. И мы видим по ней, что они все повторяют главные требования Иннокентия Сибирякова выяснить влияние приисков на якутов. Такой задачи не ставила прежде ни одна экспедиция. Более того, владельцы золотых приисков всегда рассматривали коренное население исключительно как рабочую силу и никогда не допускали императорское русское географическое общество для исследования на своих владениях. Миллионера Сибирякова просили одуматься, но он был непреклонен. И сама эта идея экспедиции, как он говорил, это будет попытка любезно отплатить местному населению за любезно предоставленные им территории для освоения золотопромышленного. Иннокентий Сибиряков был не просто меценатом. Его хорошо знали и уважали ведущие ученые России. Неслучайно в 1889 году его избрали членом Восточно-сибирского отделения Императорского русского географического общества. Сибиряковская экспедиция в Якутию – исследование необычное. Оно поражало своими масштабами. Речь идет не только о задачах, но и о расстояниях. В самом деле, работы приходилось вести в сотнях километрах друг от друга. В условиях якутского климата и бездорожья снаряжать группу было рискованно, поэтому было принято решение о проведении стационарной экспедиции с дислокациями в шести районах Якутии. Вот карта маршрута, по которому нам сегодня придется пройти, чтобы своими глазами увидеть те места, где сто с лишним лет назад работали участники Сибиряковской экспедиции. И первый пункт назначения – Якутск. Сейчас это самый большой город в мире, расположенный в зоне вечной мерзлоты. Но и в конце 19 века, несмотря на удаленность от имперской столицы, город шел в ногу со временем. С 1851 года Якутия получает статус в самостоятельной области на правах губернии с центром в Якутске. В городе были построена электростанция, телефонная станция, музей. Был основан отдел императорского географического общества. Планировалось, что и штаб Сибиряковской этнографической экспедиции будет базироваться в Якутске. Начиная с 18 века, с созданием Российской академии наук, Якутия привлекала внимание ученых и исследователей. Но в основном вопросы этнографии народов исследовались попутно, вместе с изучением природы, климата, флоры, фауны. Попараллельно изучались народы. История организации экспедиции полна неожиданных поворотов и драматических сюжетов. Известный русский путешественник Георгий Потанин, которому миллионер Сибиряков предложил организовать и возглавить экспедицию, после долгих раздумий отказался. Этнограф, коренной сибиряк Александр Андрианов тоже отказался, сославшись на больную жену и многодетную семью. Два года Иннокентий Сибиряков продолжал поиски руководителя экспедиции. Он увеличил финансирование с 5 до 12 тысяч рублей. Но подходящих для экспедиции людей найти не удавалось. Получилось так, что столичные ученые, которые жили в Санкт-Петербурге, не очень хотели ехать в суровый климат Якутии и работать там, потому что экспедиция предполагалась на три года. И с этой идеей Иннокентий достаточно долго не мог ее реализовать, пока не встретил и не познакомился с клеменцем. В 1892 году новым председателем Восточно-Сибирского отделения Императорского русского географического общества назначили Дмитрия Клеменса. Деятель революционного движения, один из основателей общества «Земля и воля», он был сослан в Сибирь, где по собственной инициативе стал участвовать в этнографических исследованиях. Он-то и предложил смелую идею использовать для экспедиции политических ссыльных. На сегодня в Якутске сохранилось не так уж много домов конца 19 века. Вот этот дом остался. Как раз в таких и жили когда-то политические ссыльные. Сейчас здесь музей. Тюрьма без решеток, говорили про Якутию, и действительно, сбежать отсюда было почти невозможно. Поэтому те, кто попадал сюда, пытались максимально устроить свою жизнь. И часто им шли навстречу, предлагали работу по специальности. Врачами, учителями, счетоводами, иногда даже давали небольшие административные должности. Ссыльные, как правило, не отказывались. Это были те, кто уже работал с Восточно-Сибирским отделом ИРГО или СРГО. Те, которые уже высказывали интерес, уже печатались в изданиях ИРГО многие. И уже поддерживалась их научная деятельность со стороны как отделения русского географического, так и со стороны даже местной администрации. Из письма Иннокентия Сибирякова политические сыны в изобилии, посылаемые в Якутский край, представляют из себя как бы невольную экспедицию для исследований. И нужно только умело воспользоваться их наблюдениями. Конечно, в наши дни идти по маршруту экспедиции Сибирякова гораздо проще и быстрее, чем сто с лишним лет назад. Но вот, скажем, это расстояние от Якутска до Алёкминска, примерно 500 километров, мы с относительным комфортом проходим за 12 часов. Им на это требовалось не менее недели. Город на берегу реки Лены в 500 километрах от Якутска. Сейчас здесь проживает 10 тысяч человек. Во времена Сибиряковской экспедиции в 10 раз меньше. Здесь, в Алёкминском районе Якутии, прошла значительная часть работы экспедиции. Кроме того, район знаменит своим заповедником. Природа здесь почти не пострадала от влияния человека и сохранилась до наших дней в своем первозданном виде. Так что сейчас мы видим то же самое, что видели сибиряковцы более ста лет назад. Первое впечатление, наверное, шок. Потому что вот холод. Якуты жили по Аласам, да, очень далеко друг от друга, разбросанно. Как они выживали? Там же не только физически надо это преодолеть, еще психологически есть момент, да. Впрочем, ко времени появления членов экспедиции Сибирякова в Якутии русские поселенцы уже во многом успели освоить этот холодный край. В Алёкминске даже сохранился дом, где останавливались сибиряковцы. Это родовой дом семьи Кулагина и Пшениковых, который построен был именно во времена прохождения экспедиции в нашем районе. И посмотрите, как этот дом сохранился. Я думаю, очевидно то, что членов экспедиции принимали и в этом доме. Интересная деталь. Именно русские поселенцы и научили якутов строить деревянные дома. Вот такой тип жилища назывался юрта, хотя по аналогии с бурятскими, монгольскими жилищами, хотя вот здесь как раз изнутри очень хорошо видно, что у якутов жилище не переносное. А постоянное, практически как изба, тоже из бревен. Только бревна не горизонтально, а вертикально в якутском жилище располагались. Стены с наклоном, а снаружи обмазанные глиной и навозом. Печки в якутских домах – это тоже результат русского влияния. У якутов были только камельки, где они готовили в том числе и пищу. А здесь вы видите самую настоящую русскую печь с палатами. В Якутии русская печка? Да, в Якутии русская печь, да, то есть и культуру кладки печи принесли сюда русские крестьяне. Политических ссыльных отправляли в Якутию еще с конца 17 века. За это время здесь оказывались самые разные люди. От племянника украинского гетмана Мазепы до декабристов. Здесь отбывали наказания Чернышевский и Короленко. Во второй половине 19 века только в Алёкминском районе находилось около тысячи ссыльных. Я думаю, что Иннокентий Михайлович Сибиряков, отправляя такую экспедицию, он сделал правильный шаг, поручился у властей за этих людей и не ошибся в них. Из 26 участников Сибиряковской экспедиции, ссыльные, в основном народовольцы разного толка, составляли 15 человек. Только при личной поддержке вице-президента географического общества Петра Семенова-Тяншанского удалось добиться в Петербурге разрешения на организацию такого исключительного по составу своих участников исследования. Вот самая первая газетная статья, опубликованная про экспедицию. Иркутская газета 1894 года. Здесь прописаны в цели и задачи, кто спонсирует, и члены экспедиции пофамильно все перечислены. Возглавил экспедицию Дмитрий Клемец, этнограф и археолог. Направления исследований среди участников экспедиции были четко определены. Например, Владимир Богорас и Владимир Ехельсон исследовали верование, быт и промыслы чукчей. Василий Горинович занимался якутской народной медициной и бытом. Всеволод Илонов изучал их дохристианские верования. Эдуард Пекарский собирал и обобщал знания о якутской речи. Это была первая экспедиция с таким размахом работ. Работы затронули четыре округа из пяти республик нашей Якутии. И впервые в этой экспедиции приняли участие наряду с учеными, с полицильными и местные жители. Это были такие же полноправные участники, как и другие исследователи. Главной особенностью экспедиции было то, что ее основные участники уже долгое время жили в Якутии и вели научную и просветительскую деятельность среди местного населения. Такой подход к работе позволял составить наиболее полную картину о жизни края в конце 19 века. Такую экспедицию, которой не надо готовить, которым не нужны программы, которых не надо предупреждать о всех трудностях пути. То есть они на самом деле уже представляли себе все условия, в которых им придется находиться. И еще одна отличительная черта экспедиции. Ее участники практически не пересекались друг с другом. Они были объединены не физически, а чисто номинально этой экспедиции. Они работали, кажется, в своем округе. Здесь, в Алёкминске, работало сразу несколько участников экспедиции. Сегодня, более чем сто лет спустя, мы имеем уникальную возможность увидеть, как выглядели сибиряковцы и те местные жители, кто им помогал. И это не наброски или рисунки, а самые настоящие фотографии. Причем одни из самых первых в Якутии. Но кто же мог тогда заниматься фотографией в этих далеких, почти необжитых местах? В 1861 году в Алёкминский улус Якутии переселили более 200 приверженцев религиозной секты скопцов. Ее участники, якобы для того, чтобы не отвлекаться от служения Богу, оскопляли себя. В Российской империи скопцов, как и других сектантов, строго наказывали. Отдавали в солдаты или ссылали в отдаленные районы страны. Эти люди сидели в тюрьмах, достигли Таруханского края, а затем, значит, их отправили дальше, в Сибирь. И вот эти люди, мужчины и женщины, братья и сестры, как они себя называли, приезжают в наш город. В ссылке скопцы жили изолированно. В Якутии они основали несколько поселений. При этом сектанты помогали якутам, учили их выращивать хлеб и даже арбузы и дыни. Когда объявили о том, что местом ссылки станет Сибирь, а что такое Сибирь? Это тюрьма без решеток. Мужчины в поясах своих брюк зашили семена. Бахчевых, и помидоров, огурцы. Среди живших в Алекминском улусе сынных был и попавший в Якутию еще 13-летним подростком Ерофей Ересько. Именно благодаря ему мы сегодня имеем возможность увидеть эти редчайшие снимки. Скопцов в Алекминске селили на отдельной улице. И как раз в одном из таких домов жил Ерофей Ересько. Удивительно, говорят, был человек, чем только не занимался. Даже арбузы с дынями выращивал. А в 1890 году выписал из Германии фотоаппарат и открыл первое в Якутии фотоателье. Делал портреты местных жителей, политических, ссыльных, и даже выпускал почтовые карточки с видом Алекминска и его окрестностей. Сегодня в местном музее хранится уникальная коллекция Ерофея Ересько. Это более 2300 негативов. И все это – жизнь, быт, природа и люди Якутии конца 19 века. Это гордость нашего района. Даже можно называть его современным языком. Это фотоблогер того времени. Сфотографировал Ересько и участников экспедиции Сибирякова. Наверное, он даже не представлял, что подарил будущим исследователям документальные материалы исключительной важности. Есть такая версия, что это участники именно экспедиции Сибирякова. Они проходили мимо нашего города, и вот Ерофея Ересько запечатлела их вот на этом крыльце крепкого дома. И обратите внимание на одежду этих людей, да, они экипированы хорошо. Видно, что подготовлены. Да. Сейчас в деревне Мача сто дворов. Добраться сюда из ближайшего города можно только по реке. Даже сегодня это занимает не меньше шести часов. Тем не менее, в конце 19 века в этих местах кипела бурная жизнь. Здесь даже контрабандистов ловили. Именно здесь когда-то находилась знаменитая Нахтуйская таможня, главным делом которой было контролировать контрабанду на реке Лена. Из Иркутска в Якутск на кораблях с двойным дном везли чай, а обратно в Пушнину. И именно здесь участники Сибиряковской экспедиции изучали особенности таможенного дела в Якутии. Река Лена была главной артерией, которая наполняла жизнью этот отдаленный край, в том числе и поселки, стоявшие на ее берегах. Некоторые из них сыграли огромную роль в освоении и развитии Якутии. Когда-то во времена Сибиряковской экспедиции Мача была перекрестком торговых путей Якутии. На многочисленных баржах, так называемых карбазах, сюда привозили самые разные товары, которые продавали на огромном крытом рынке. А чтобы в местных суровых условиях ничего не пропадало напрасно, сами карбазы разбирали и строили из этих материалов дома, склады, конюшни или вот такие вот заборы. Изначально поселение возникло как почтовая станция, но вскоре оно стало центром притяжения для тысяч людей. Их манило сюда золото. Золотые прииски начали появляться здесь еще в середине 19 века. Золотопромышленники строили в Мачи свои конторы, склады, а на Лену в поисках золотой удачи прибывали и прибывали старатели и разного рода авантюристы. К концу 19 века эти места вполне можно было бы назвать русским клондайком. Золотоискатель Алексей и сегодня моет золото так же, как его дед и прадед, с помощью лопаты и лотка из кедра. А вот такие лотки, я правильно понимаю, что они вот из покон веков здесь так и использовались? Да, это издавна уже. Это деды наши еще, как придумали, так она и есть. Это переходило от деда к отцу, от отца ко мне. Но участники экспедиции были знакомы не только с дедовскими, но и самыми современными по тем временам способами обнаружения и добычи золота. Многие из них обучались на естественном факультете Петербургского университета и всерьез интересовались геологоразведкой. А вот то, что называется золотой лихорадкой, здесь есть такое? Да, есть, конечно. Когда человек уже заболевает, да, ищет, ищет, не может становиться. Ну, конечно, да, да. В золотых местах-то, конечно, там и у любого золотая лихорадка. Попадет один раз и... Вживо? Да, да, и все, рукой оттуда не оттащишь. Он не будет замечать, что вода холодная там, и будет мыть, мыть. Неудивительно, что золотая лихорадка не обошла стороной и участников экспедиции. О своих золотых находках они не раз сообщали Иннокентию-Сибирякову. Когда люди занимались археологическими раскопками, то снимали слой с земли, и, естественно, все люди образованы, они все закончили факультет естествознания, и там была геология. И они, конечно, натыкались на золотоносную руду. И, естественно, эта информация была, ну, неофициально, но донесена до Иннокентия. Почти все участники экспедиции еще до начала ее работы провели в Якутии по многу лет и наверняка слышали легенду о золотых столбах. Им предоставился удачный шанс выяснить, что это. Фольклорный вымысел или же якутская эльдорадо действительно существует. Или речь идет о каком-нибудь уникальном творении природы? Другими словами, поиск золотых столбов тоже стал для них научной задачей. Хотя до сих пор в любом справочном издании экспедицию Сибирякова называют этнографической, трудно поверить, чтобы она ограничивалась только этой задачей. В семье Сибиряковых и дед, и отец были золотопромышленниками, поэтому Иннокентий Михайлович лучше многих понимал – Якутия полна природных сокровищ и, прежде всего, золота. С древних времен люди рассказывали легенды о богатствах своего края. Летит Бог на Якутии, держит все богатство, которое должно получать земля. Летит и вдруг почувствовал холод, не выдержал, уродил. Вот эта легенда, она сегодня как-то правдоподобна, потому что то, что богом создано, оно здесь есть, в Якутии. Начиная от алмазов, нефти, газа и так далее, и так далее. И золота. Мы очень много золота имеем, еще будем иметь. Принадлежавшие Сибирякову золотые прииски частично находились и на территории современной Якутии. Именно здесь, как свидетельствовали отчеты управляющих, чаще всего добывали не просто золотой песок, но и причудливые самородки. Самые крупные под конвоем казаков доставлялись лично Сибирякову и хранились в семье. Сегодня дары якутской земли выставлены в музее, который так и называется – сокровищница республики Саха-Якутия. Тот самый случай, когда сокровищница наиболее полна, действительно по-настоящему отображает смысл этого слова. Вообще Якутия – это такая кладовая золота. Здесь есть самородки, которые весят по полтора килограмма. Как, например, вот этот, названный со всей скромностью обаяния хозяина-сокровищницы. Тарынк, что в переводе с якутского означает «налити». Удивительное свойство золота – это приобретать различные формы. Очень часто самородки напоминают животных, растений. И наиболее интересным, причудливым даются собственные имена. Вот, например, вот этот самородок называется «спящая утка». Интерес к исследованиям сибиряковцев не угас и после революции. В 1926 году в Советской России выходит научно-фантастический роман Владимира Обручева «Земля Санникова», написанный под влиянием истории сибиряковской экспедиции. Речь в романе идет о работе русского географического общества и о поисках некой таинственной золотой страны. Якутия – это край, где можно найти некую такую богатую золотую жилу, да. И мне кажется, когда проводят параллел вот как раз с «Землей Санникова», это если здесь что-то, да, экспедиция сибирякова, это одно время как раз примерно, да. Это волновало, наверное, участников, организаторов и участников экспедиции этот вопрос. Но чтобы забрать эти богатства у земли, надо было пройти суровые испытания, в прямом смысле этого слова. Якутия – это одно из самых холодных мест на земле. Температура зимой здесь может падать до минус 70. Первые покорители Сибири когда-то с большим огорчением обнаружили, что в вечной мерзлоте нельзя рыть колодцы, потому что даже самым жарким летом земля протаивает максимум на 2,5 метра. Хотя в 19 веке был один купец – Фёдор Шаргин, который всё-таки попробовал и сумел углубиться в землю аж на 116 метров. Вышел, правда, не колодец, а скорее шахта, что, впрочем, не помешало ему впоследствии получить награду от самого Николая Первого. Практически вся континентальная территория Якутии – это зона вечной мерзлоты. На большей её части земля даже летом протаивает не более чем на 2,5 метра. Когда там плюс 30, а здесь сколько? 6 ниже нуля. Это считается тепло. С советских времён в Якутии вырыто немыслимое количество летников для хранения, прежде всего, мяса. Но с приходом высоких технологий уже надобность в них такая острая перестала. Пережить длинную морозную полярную ночь якутам помогали легенды и сказания. В снежную пургу и лютые холода они любили слушать своих народных сказителей. Олонхо – древняя якутская традиция устного творчества. Сказатели Олонхо-суты рассказывали о борьбе добра со злом, о прекрасных сказочных странах и о подвигах древних героев. Помогало мифологизированное сознание, этот миф, этот Олонхо, в котором люди жили, они часами слушали этот Олонхо, и они выживали, помогало это всё. Возможно, какие-то из якутских мифов порождены древней наскальной живописью. На берегах якутских рек и сегодня можно увидеть более ста так называемых писаниц. Каждая писаница – это целая композиция из рисунков, нарисованных охрой ещё в эпоху неолита. Самые знаменитые писаницы, которые называют шишкинскими, находятся вблизи посёлка Качук на берегу Лены. Уникальное собрание наскальных рисунков, их здесь более трёх тысяч, изображения животных, мифических существ, военные походы и праздники. В 1894 году экспедиция Сибирякова проходила по верхней лени. Они увидели, описали, отметили эти писаницы как искусство, наскальное искусство древних людей. Зафиксировать изображение оказалось делом нелёгким. Фотоаппарат был один на группу и не давал необходимой резкости. Приходилось зарисовывать картинки по памяти карандашом, предварительно рассмотрев их в бинокль. Истинный смысл писаниц учёные пытаются понять до сих пор. Однако этот наскальный рисунок сегодня знает каждый житель Якутии. И неудивительно, это изображение древнего всадника со знаменем взято в качестве герба республики Саха-Якутия. Изучение писаниц стало частью одного из важнейших направлений деятельности экспедиции – археологических изысканий. Вопрос о них обсуждался ещё на одном из первых собраний экспедиции. Но все понимали, эта задача сложная и весьма деликатная. Такого рода исследования требовали, во-первых, больших затрат, а во-вторых, и это самое главное, непонятно, как бы отнеслось к раскопкам могил их предков коренное население. Они, переехав в Якутию, поняли, что невозможно. Просто нельзя копать могилы? Да, уважение, знак уважения местных традиций, понятий. Всё равно всегда требовалось человеческое согласие. Родственников было, наверное, всегда у покойников. Они не разрешали. На каждой раскопке участникам экспедиции приходилось получать разрешение от властей или от старейшин якутских родов. Вот я удивилась, что они даже вскрывали могилу Якутию. По нашим традициям якутским нельзя это делать. Но, тем не менее, видимо, было разрешено или окружным исправником разрешение получили, или старейшинами рода Саха. Проблемы с раскопками участники экспедиции решали в зависимости от конкретной ситуации. Если они замечали, что работы задевают чувства якутов, они прекращались. Тем не менее, экспедиция совершила ряд важных археологических открытий. Так, например, Наум Гекер обнаружил древние погребения в Центральной Якутии. Виташевский нашёл каменные орудия труда около древних погребений шаманов. Алгыз – якутский обряд благословления и духовного очищения. В традициях якузов принято встречать этим обрядом гостя, приехавшего издалека. Это ритуальное действие, направленное на установление равновесия человека с природой. Проводит его специально подготовленный человек – алгызчит или шаман. Шаман – это посредник между людьми и духами. Выполнял защитные функции. У якутов были чёрные шаманы, которые как раз занимались защитой людей от злых духов. И также шаман выступал посредником между людьми и духами верхнего мира, то есть добрыми, условно говоря, добрыми богами. Просил у них благословения. Это его одна из основных функций была. В 19 веке жители Ленского края массово переходят в христианство. Сначала многие коренные жители принимали православие из корыстных соображений, ведь крестившимся выдавали плотные льняные рубахи и обещали снизить налог пушнины. Но очень скоро новообращенные христиане приходили в православные храмы уже по зову души. Один из самых старых памятников православия в Якутии – часовня Александра Невского, построенная в 1891 году. То есть буквально за несколько лет до прихода экспедиции Сибирякова в эти края. Православные священники принесли в Якутию книги, стали учить грамоте якутских детей и строить храмы. Но главное, они никогда не приходили на эту землю с мечом. Мы находимся в лоне православной церкви. Это главное достояние нашего народа. И вместе с этим достоянием мы получили грамотность, потому что, когда переводили тексты литургические и священного писания на якутский язык, это случилось в середине XIX века под предводительством будущего митрополита московского Иннокентия Вениаминова. Он был епископом Камчатским, но кафедру он перенес в середине XIX века в Якутск. И вот там более семи лет, трудясь, он увидел и понял, что народ якутский не забудет своего языка. В состав экспедиции Сибирякова тоже входило два священника. Они очень помогали ее работе, потому что свободно владели якутским языком. Так что с местным населением у членов экспедиции проблем не возникало. Другое дело в отношениях между собой. Сыльные люди, образованные, интеллигентные, действительно идеальные кандидаты для участия в экспедиции. Но вместе с тем это люди с амбициями и непростыми характерами. С совершенными их отношения просто не могли быть. И архивные документы это подтверждают. Обиды, ссоры, недоверие без этого не обошлось. Главные разногласия касались финансовых вопросов. Были претензии некие к Пекарскому. Вот у Хельсона, здесь он пишет прямо. Подозреваю, что вы несправедливо раздаете деньги на экспедицию. А вот, Марк, смотрите письмо, подтверждающее непростые отношения членов экспедиции. Вот пишет подруга Пекарского о том, что если бы вы собрались все вместе, а не работали бы на расстоянии, то бы вообще подрались бы. В архивах экспедиции сохранилось немало отчетов о том, как именно происходили археологические или этнографические открытия. Многие ценные для науки предметы приносили сибиряковцам сами местные жители. Одному из руководителей экспедиции, Эдуарду Пекарскому, якуты приносили не предметы материальной культуры, а слова. Ставший одним из самых известных участников сибиряковской экспедиции, Эдуард Пекарский жил в этой юрте. Его судьба – это типичная история политического ссыльного того времени. Недавний студент, народник, осужден на 15 лет каторге с заменой на поселение в Якутии. Он прожил здесь 18 лет и говорил, что если бы не якуты, он бы умер с голоду. Но, с другой стороны, и сам Пекарский довольно быстро завоевал авторитет как среди коренного населения, так и среди переселенцев. Он составлял всевозможные прошения, ходатайства в суды, но самое главное – он изучил якутский язык так, как никто и никогда до него. Трудно представить, что Пекарский, выпускник Санкт-Петербургского университета, человек, которого потом будут называть создателем якутской письменности, много лет подряд вел жизнь самого простого крестьянина. И не где-нибудь на юге России, а в далекой и холодной Якутии. – Поначалу ему было очень трудно, а потом он как бы привык, ему пришлось научиться хлебопашисту, разводить скот. Ну, очень быстро научился разводить скот, он довел, да, по-быстрому где-то до 30-40 голов. – Ух ты! Корова? – Да, корова. И очень много, да, все накосил. И огородинством занимался, ну, ему выделили участки. Как он сам писал, да, я бы умер, если бы не местные якуты. И очень было трудно здесь выживать, особенно зимой, да. Но, несмотря на все эти трудности, Пекарский всегда находил время для как потом оказалось главного дела своей жизни – изучения якутского языка. Любопытная деталь. На это его сподвигло не только общение с местным населением, но и весьма интересный казус. Дело в том, что к тому времени уже, как ни странно, существовал немецко-якутский словарь, а вот русско-якутского еще и в помине не было. К Пекарскому попадается словарь академика Утто Бетлинга. Словарь якутско-немецкий, немецко-якутский. И там было примерно, по-моему, 3000 слов. И Пекарский подумал, ну, почему вот, да, на немецкий можно попасть на русский. Политические ссыльные вообще сыграли большую роль в культурном развитии якутского народа. Почти все из них так или иначе становились учителями для местных детей. А часто и для взрослых тоже. Когда приводили политического ссыльного в якутскую семью, и ничего ему за хозяину не давали за это. Просто говорили, что вот человек будет жить у тебя. И вот люди привыкали и к быту, и изучали язык. И, конечно же, они несли что? Просвещение. Они собирали в Евру типа 5-6 ребятишек и учили их грамоте. Любопытная деталь. В Алекманском районе, где проживало больше всего ссыльных, по переписи 1897 года, оказалось и больше грамотных. Многие политические ссыльные собирали якутские слова, выражения и поговорки. Однако именно Эдуард Пекарский сумел выйти на новый уровень и обобщить все предыдущие исследования. Вот он, тот самый знаменитый словарь якутского языка. Его еще называют словарь Пекарского. А вот это корректорские гранки к словарю с его рукописными пометками. На завершение всей работы у Пекарского ушло около 50 лет. Отдельные его издания выходили и раньше, как, например, вот этот, 1916 года. Но только в 1926-м сам Пекарский признал, что он закончил свой многолетний труд и на отправленном в типографию отредактированном экземпляре так и написал. Конец. Если в немецко-якутском словаре Бетлинга было 3000 слов, то в словаре Пекарского 25 тысяч. Его издание дало мощный толчок развитию якутского языка и литературы. Именно на основе словаря Пекарского выросло новое поколение исследователей и автор, вот человек, которого мы считаем основоположником якутской грамотности, автор нашего первого букваря и алфавита на якутском языке Симон Андреевич Новгородов. Вот как раз он один из тех, кто работал вместе с Пекарским и, ну, как бы состоялся как у следователей, в том числе с ним. За многочисленные труды по изучению Якутии и якутского народа Пекарского наградили золотыми медалями Российской академии наук и Русского географического общества. Но самой главной наградой для себя он бы, наверное, посчитал то, что его словарем пользуются до сих пор. Это очень важно, это не просто исторический документ, да, который, как бы, артефакт такой, а именно он работает, все словарь, и это и ценность. Словарь Пекарского стал важной вехой на пути к культурному сближению русского и якутского народов. И этот процесс развивается и укрепляется в наши дни. Москва, Кремль. В Успенском соборе впервые в истории проходит литургия на якутском языке. Это важнейшее событие наглядно олицетворяет неразрывное единство России и Якутии, русского и якутского народов. И сейчас, больше чем через столетия после сибиряковской экспедиции, очевидно, что она сыграла в достижении этого единства колоссальную роль. Теперь это может показаться невероятным, но при жизни Иннокентия Сибирякова многие не верили в благородство и искренность его замыслов. Относились к ним с недоверием и подозрительностью. Отношение немножко было, наверное, высокомерное со стороны интеллигенции даже. И он сам об этом часто говорил, как к капиталисту, как к денежному мешку относиться. Но история сама все расставила по местам. Большую часть своего состояния сибиряков потратил на образование и благотворительность. Сам же бывший миллионер и золотопромышленник стал скромным иноком в монастыре на горе Афон, где и скончался в 1901 году, прожив чуть больше 40 лет. «Жизнь наша красна бывает лишь тогда, когда все нам улыбается вокруг», – писал Сибиряков. «Но если вы чувствуете подле себя нищету, будучи сами богаты, то вам становится как-то не по себе». Как же оценить вклад Сибирякова и организованные им экспедиции в изучение Якутии? Вот они, наглядные итоги. Словари, атласы, карты, переданные в музеи экспонаты и редкие находки, геологические и этнографические открытия. Труды экспедиции составляли 13 томов, но успели издать только 6. Большая часть материалов была напечатана в газетах, журналах и научных сборниках Русского географического общества. А как же тогда легенда о якутском Эльдорадо? Есть ли оно на самом деле? Увидели ли легендарные золотые столбы участники экспедиции? Эти скалы – одно из чудес Якутии. Громадные каменные глыбы, причудливой формы, нависшие над рекой Лена, называют ленскими столбами. Сегодня это национальный парк, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А для якутов ленские столбы – особое место. Они с древнейших времен окружены невероятным количеством тайн и легенд. Чего только о них не рассказывали местные жители. В том числе и об огромных залежах золота, которые якобы находятся здесь. Откуда же пошла эта легенда о золоте? Возможно, речь идет об интересном природном явлении. Вечером на закате солнца ленские столбы и их отражения в зеркальной глади огромной реки действительно кажутся золотыми. Как будто это гигантские самородки золота. И это удивительное место наверняка видели сибиряковцы. Они, естественно, проплывали мимо. Это уже летнее время ленских столбов. Я думаю, что они воспринимали в какой-то степени такую загадочную, немножко такую сказочную страну. Об экспедиции Сибирякова в Якутию и сегодня знают немного. А она, конечно же, была значимой. Если, например, та же земля Санникова, о которой в начале прошлого века ходило множество легенд, о которой писали книги, в конце концов оказалась не более чем легендой, то с экспедиции Сибирякова вышло ровно наоборот. Она тоже шла по следам мифов и преданий, но в итоге открыла миру загадочную и ранее неизвестную Якутию. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ